Дай почитать. Понимаете, всего за несколько месяцев. Но книга интересна не только историями больных, но и самоотверженной борьбой обычных врачей и замечательных исследователей. Нужно особо подчеркнуть, что автор изначально отвергала слово испанка как беспощадное понятие, а не более чем утомительное женоненавистническое клише. Нашли месяцы, и Кэтрин Арнольд начала ценить эту женщину, испанку, такой, какая она есть. Вымышленное создание, которое на каком-то подсознательном уровне дает миру возможность осмыслить свои страдания. Она берет свое начало в греческой мифологии, как богиня мщения Эвменида. В ней также есть что-то от Кали, индуистской богини о разрушении. В христианской религии испанка – это теневая сторона Мадонны, скорбящая мать, ангел-истребитель, карающий мир за разрушительные действия войны. Она также классическая фаме-фаталя, роковая женщина, женщина в черном. Она – наша госпожа скорбь, наше мучение. Но нам всем надо ей все же противостоять. От книги я ожидала больших и обоснованных объяснений. К сожалению, ошиблась. Это, обратите внимание, дорогие слушатели, на заглавие. Хроники. Так вот, это тщательная, документальная, продуманная история испанки в хрониках. Но что отмечает и отличает эту книгу от традиционного жанра – это глубокий интерес конкретным судьбам людей, болезням, смертям или чудом выживших, реальных людей. И действительно происходит чудо. Ты горячо любишь и сочувствуешь несчастным. И нет уже никаких десятилетий и целого века между нами. Я, где боль, везде. 18+. Это и многие другие книги. Вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская, 65. Ленина, 103А. Луганская, 53. И Волково, 6А. До новых встреч. Дай почитать.